Маска, документы и сертификат. В телефоне или так распечаткой. И так несколько раз в день. Латвия с осени прошлого года поделена на две зоны, красную и зеленую. Зеленая зона, где привитые или переболевшие считаются с эпидемиологической точки зрения безопасной. Но действительно ли это так? Точнее, что не так с зелеными зонами? Ну проходи, что встал-то? В нашей стране сейчас бушует пандемия невакцинированных людей. По последним данным, примерно 80% от всех инфицированных невакцинированы. Вот почему с 11 октября появились зеленые и красные зоны и стало вот так. Разница уровня заражаемости между вакцинированными и невакцинированными была наглядной долго, вплоть до 44-й недели года, до середины ноября. На 44-й неделе из заразившихся 33% были вакцинированными, а 67% нет. И вот что случилось с середины ноября. Это скрейшот с заседания правительства, презентация Министерства здравоохранения. Кстати, у аналитиков к этим графикам есть серьезные претензии. Они называют их неточными, но показывающими тенденцию. Так вот, с середины ноября разница заражений между невакцинированными жителями и вакцинированными жителями стала сокращаться. Какое-то время эти две линии шли практически параллельно, и вот к концу года сравнялись. Разница теперь наблюдается только у тех, кто сделал третью прививку, вот эта нижняя линия. Так что же случилось? На прошлой неделе в ВОЗ было сообщение о более чем 15 миллионов новых случаев COVID-19. И это самый высокий показатель за неделю. При этом мы понимаем, что эти цифры неполные. Это взрыв инфекции объясняется вариантом омикрон, который быстро замещает дельту практически во всех странах. Он заразнее, он обманывает тесты. Против него не так эффективны вакцины, помогает только третья доза. А улучшенную вакцину производители обещают только к марту. Вот как омикрон зашел в Латвию. Это слайд Министерства здравоохранения. Эпидемиолог Никита Троянский говорит, что омикрон, если уже не доминирует, то очень скоро будет доминировать в Латвии. В последний раз, когда я смотрел, это было неделю назад, очень, скажем так, разношерстные данные. В один день уже 50%, в другой день 20%. Но, скорее всего, есть полный повод думать, что сейчас уже будет больше половины. И я думаю, что к 20 января вполне может приблизиться к 90% отметке. Тогда возникает вопрос. Если омикрон пробил защитную систему зеленых зон, то какой в них смысл? И первым в Сэме этот вопрос поднял депутат Эдгар Ставерс. Ну, я думаю, это новые ситуации. Но нужно обязательно пересмотреть этот код, как минимум. Нужен он или не нужен. То есть вы предлагаете от него отказаться или просто пересмотреть? Когда был вариант Делта, он что-то обеспечил однозначно, без вариантов. Это может подтвердить любой эксперт. Но на сегодняшний день мне вопросы больше, чем ответы. Если мне ответов меньше, чем вопросов, тогда я не вижу смысла продолжать этот QR-код спрашивать около магазина. Об этом же и управляющие крупных торговых центров. Какой смысл в зонах? Как я понял, из сказанного эпидемиологами этой зимой все, кто еще не получил омикрон, его получат, потому что он особенно липкий. Так вот, с нашей точки зрения, с точки зрения здравого смысла, получается, если омикрон такой липкий и одненаково касается вакцинированных и невакцинированных, то нет значения в этом разделении. Но есть значение в том, чтобы человек использовал правильные маски. В том, какие меры безопасности в местах скопления людей. Но вот поэтому и возникает логичный вопрос. Почему мы сохраняем разделение на красные и зеленые зоны? С четверга следующей недели обязательные сертификаты будут отменены. Отныне правительство больше не будет просить работать людей дома. Кроме того, правительство больше не будет требовать носить маски. Это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 января объявляет об отмене ограничений. Речь премьера заметили и в латвийских соцсетях. Мол, чем мы хуже? Злые языки, правда, говорят, что Джонсон отмена ограничений пытается отвлечь внимание от скандала. СМИ узнали, что премьер во время жестких ограничений участвовал в вечеринках своей партии. Но и в целом ситуация в Великобритании отличается от нашей. Там заболеваемость достигла пика в начале января, сразу 218 тысяч случаев. Но затем начался резкий спад и случаев заражения, и смертей. Показатели идут вниз. У нас же 3706 случаев во вторник, 5082 в среду, 4885 в четверг. Взлет продолжается. О том, работают вакцины или нет, стоит судить все-таки не по тому, как люди заражаются, а по тому, как они попадают в больницы. На этой неделе, в четверг, 20 января, Латвия установила свой новый рекорд по двухнедельной заболеваемости. 1895 случаев на 100 тысяч человек. Прошлый рекорд Латвия установила 30 октября. 1801 случай. Но тогда в больницах лежало 1464 человека, а в этот четверг 663. Разница более чем в два раза. При ограниченном числе медперсонала и мощностях больниц нет оснований для пересмотра мер безопасности. Сейчас при более 5000 случаев в день ситуация в больницах еще стабильна. Но если или когда пациентов с COVID-19 будет больше 800, Министерство здравоохранения предложит правительству дополнительные меры безопасности, ограничивающие контакты. У нас еще по-прежнему 100 тысяч невакцинированных сеньоров и 500 тысяч человек, которым полагается бустерная вакцина. Вакцинированные, а особенно бустерные дозы, реже заражаются и легче болеют, поэтому более защищены. А значит, логика зеленых и красных зон сохраняется. После преодоления волны омикроны и улучшения ситуации, меры безопасности, конечно, можно пересмотреть. Когда волна пойдет на спад, возможно, к концу февраля, так что до тех пор зеленые и красные зоны точно останутся. Зато на этот раз речи о локдауне не идет. Намного дешевле, чтобы были тесты и маски доступны всем, а не то, что мы останавливаем экономику. Мне кажется, самое главное, чтобы все, которые выходили где-то в публичном, носили маски. С 25 января в Латвии становятся обязательными медицинские маски или респираторы FFP2. А с 15 февраля будут смотреть на срок годности сертификатов. Так, может быть, пора признать, что это больше не эпидемия невакцинированных? То есть это чисто риторический вопрос. Потому что, конечно, человек, который был вакцинирован и думал, что полностью защищен, но потом заражается и попадает в больницу, понимает, что эта фраза не совсем верная. Поэтому сейчас не стоит чувствовать какую-то излишнюю защиту. Все равно надо носить респиратор, делать тесты, если есть симптомы, не идти в люди. Так что пока все остаются на своих местах. И охранники, и зоны. Ждем освобождения. Лично дело Алексея Дунды, Русс ЛСМ. Ага, кубец. Редактор субтитров А.Семкин